В мире существует хотя бы 3 авраамические религии это христианство, иудаизм, мусульманство кроме них еще есть буддисты так столько я их всего не знаю существует еще десятки сект очень часто там они враждуют друг с другом воюют, убивают зачем Господь пропускает образоваться в такого разного рода религиозных образований и в каком можно вывести урок для нас христианам такого рода вопрос я тоже когда-то об этот вопрос задавал задавал отцу Глебу Якунину кажется Александру Меню такие которые авторитетом священники пользуются отец Демитрию Дудко отвечали немножко по-разному но смысл был один и тот же а беседы были не специально тематические но все-таки вопрос был задан я сам об этом задумываюсь а что такое исследуйте Писание а я Библию считаю у меня Библия есть нет исследуйте, исследуйте, понимаете а исследовать значит прежде чем исследовать надо поставить задачи какие вопросы и что надо ли исследовать но это говорит Бог Евангелие от Яна 5.39 исследуйте Писание а как исследовать то вот это не сказано вот допустим как живет мальчишка девчонка играют бегают дальше появляются какие-то чувства и прочее учат работать учат все как правильно жить вот евреев показывают как первая брачная ночь они все показывают все знают здесь нет кому как вздумается мы чисто животными природными инстинктами движимы учить надо исследуйте самих себя вот Павел говорит верили вы да я верующий я хожу причащаюсь каждый день верили вы вот вопрос состоит вот причащаешься это мы видели а верили да как себя исследовать оригинал Слово Божие Святая Библия и к ней надо приложить вера твоя сходится или нет и что с тобой случается ты понимаешь от чего это без воли его волос не падает ни белое с черным или белым ага тем более мировые религии ну это мы говорим мировые а были мировые которые ушли их и нету мировых пришел Иосиф веру свою сохранил в Египте а там бела была своя мы знаем царство Хабураппи но таких показывают вот такие народности они там воевали даже с Египтом побеждали инки обнаружили где-то там в джунглях были а для чего но Бог мог бы прекратить это все и сейчас так же столько сект я не знаю не считал но говорят уже до двадцати одной тысячи насчитывают ну это невероятно это а растут как грибы каждый день и сейчас мода пошла такое не готовые какие секты зашел и все нет каждый образовывает сам маленько что-то знает начинает что-то придумывать и потом совершенно а я никому не принадлежу я ученик Христов ученик Христов христолюбец как-то назовет ну это хорошее название но теперь-то ты ученик Христов ты должен понимать что учение Христа должен воплощать не частями рвать его мне это нравится Евангелие выпущу половина выкину мое Евангелие будет лучше чем Матфеева переводчики не знают слова перековеркали но почему Бог допускает почему им руки не отрубит почему глаза им не полностью не решить зрение это в первую очередь свобода Бог сотворил человека по образу своему второе мы должны увидеть всегда я называю с обратной стороны поглядеть а почему почему вот эти были царства Иссея филистимляне а почему они не оставили ни никаких данных о себе и только один народ тех времен оставил данные это евреи и не просто евреи а три мировые религии ну тут неужели не понятно что ну одно дело там какая-то секта верит что хозяйка Медной горы есть по Бажову Павлу но это другое совсем мировая мировая религия и тогда начинаем мы исследовать писание и через призму священного писания видим я бодрствую над словом моим говорит Господь бодрствует поэтому внести туда изменения как ну некоторые ничего не понимают говорят евреи они специально исказили места которые о Христе говорят специально исказили он это абсолютно не понимает о чем говорят это даже Феофан Затворник как будто не понимал ну Масоретский берете надо было переводить Библию то надо переводить он об этом говорил но септуагенты семидесяти а они из Масоретского из Масоретели все промассоненные то есть когда считаешь даже не верится один и тот же ум большой ум притом бодрствует Господь на словом своим и у них правило как подготовиться какая одежда на нем на переписчике должна быть каждая строчка написала в конце считает сколько букв и ставит знак сколько букв в каждой строчке как потерять то а тем более умышленно и когда пишет слово Бог хотя бы война была все рвалось не должен бросать пока не допишешь и теперь если найдено будет в этом свитке который переписывает годами переписывает двадцатилетний труд рабочего стоил этот труд Библию переписать но если найдено будет три ошибки свиток уничтожается проверять дальше не будут так у меня там нету ты знал это уничтожить и уже в руки тебе обратно список этот не дадут ну маленько думали бы у нас там пропустил тут упустил даже нужды нету когда мы это знаем Бог бодрствует а там никто не бодрствует а Бог показывает не будешь бодрствовать ввалишься в одну из этих религий я говорю сейчас о тех которые ушли филистемляне ничего не оставили находят глиняные таблички они обожженные крепкие не гниют и что там должники хозяин чтобы не забыть он написал а бумаги не было писать нечем знаки разные клинописные были и остались тысячи этих маленьких дощечек глиняных и ничего нету как правильно верить что дальше будет вот такие подробности как считаем их книги левит о священниках почему у евреев это сохранилось значит это божье божье не умирает божье стоит крепко там как на растяжке вот луна почему не падает на землю интересно у меня вопрос всегда возникал почему ну что не брось спутники сколько не летают не крутятся все нормально ниже 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 и хлопнулись почему луна не приближается и не отдаляется этот вопрос из вопросов ну да растяжка там бог установил в таком месте где растяжка совершенно равна тяготение земли и поэтому никуда не может сдвинуть как на разно на растяжке веревочки поставь посередке ну давай шар возьмем и натянем и он будет посреди комнаты в воздухе ну растяжки ну и тут что-то еще время от времени всемирный часовщик подводит часы как Исаак Ньютон говорил я попутно это говорю значит кто-то должен был ревнить или выставлять и вот на этих растяжках на правилах как переписывать бог показывает теперь я беру ложные религии а они для чего для того чтобы ты увидел как худо человеку оставить бога я много я не просто сидел писал нет я просто размышляю молюсь и иду у меня не бывает свободной минуты ни одной я все время размышляю и размышления и так увидел я что-то о том подумал это я думаю как будто второй канал работает а это у меня непрерывная мысль я все время об этом думаю а почему так господи и отвечать никто не может может быть пришло время открыть а почему через тебя ну почему через меня через тебя может быть но я молюсь об этом я все время молился чтобы Александр Исаевич Солженицын вернулся я молился всегда за стол и за стола и все его помнил и помнил он вернулся он вернулся по моей молитве но что-то вы слишком хватили я так думаю я молился а ты молился нет ну вот и весь сказ я молюсь хлеб наждай нам на сей день я молюсь и хлеб мне бог дал хотя сестра там печет хлеб привезли ватрушки жена тут готовит бог дал и их побудил это сделать бог я вот прихожу молиться а ко мне в карман подходят сестры что-то толкают в карман почему вот их и спросить надо зачем вы делаете это я вытаскиваю из карманов сейчас прям ту же другую комнату детям передаю приносят фрукты какие-то почему я все время должен задумываться а что за этим кроется ну взять допустим пришел гитлер а на нерву там они думают с потусторонними неизвестными они так и говорили неизвестные силы открыли им о летательном аппарате тарелки эти они делают изобретают и нарисовали даже схему кто это такие мы знаем демона НЛО там что неопознанный летающий предмет демона подготавливают чтобы их приняли потом пришествие антихриста они скажут а мы вам показывали вот это наш хозяин и все сам сатана сядет антихрист от сатаны в храме как бог выдавая себя за бога большую букву хотя все люди перед богами называют поставил тебя там шилом проколи перед богами перед свидетелей знатными людьми а для чего тогда эта вера а что в ней главное главное вот то 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 а теперь посмотри а как главном христианстве отображается то никак забыто ни целомудрия ничего нет ну не надо так привязываться к моим словам что я стал мусульманином я вижу как одеты вот наши девушки женщины одеты даже ребенок маленький ни одной волосинки нет то есть сравни как у старой обрядцев пол головы или у баптистов она незамужняя то есть она криком кричит замуж хочу поэтому без головного убора да она уже непослушная ей не надо выходить замуж она уже засохла на этом я вижу и ответ даю здесь а здесь как они правильно одеваются этот хиджаб вот смотрим божья матерь как покрыто а у них хиджаб самый настоящий почему у русских ничего нету они может для этого как мужчины ни во что ставят жизнь как они воюют а ты пойми воевать за царство божие за христа подвязаться то есть ты у них найди что-то и это что-то примени в истинной вере христовой и православной я нашел такой ответ я откликнул мне все когда говорят ну почему допустим я веду три радиопрограммы три радиопрограммы две как называют онлайн каждую неделю одна часовая часовая один человек говорящая голова говорит в течение часа и передачи очень большим успехом пользовались очень большим один там я почти 30 лет проработал в сфере радиовещания но таких передач никогда не слышал там проще то есть очень похвальное при том я когда вел занятия я не считала просто беседовал говорил отвечал на вопросы и вот нас задавали вопросы по именам я в школах там 13 школах одновременно вел занятия и тогда дети оживляют а у меня ее имя как ну лариса это чайка означает ты должна такая же быть легкая в полете и там безвредная для людей какие качества ее знают тут надо знать орнитологию если лев называется лев николаевич то я должен знать что такое лев как он живет какая от него польза для чего его бог сотворил я это все должен видеть я попутно это все говорю попутно когда-то Кедроград на Алтае решили строить и был профессор один тут кажется Венгар его спросили а что вы знаете я ничего не знаю а профессор я знаю Библию если я считаю что слово Божие твердо как луна то я должен изучить луну все знать а еще спутники не летали и в каждом вопросе вот так надо решать бывает пришел Шингисхан для чего бич божий это правильное название дает родиться ему укрепиться набрать войско и дальше пойти это же делает Мухаммад также рождается и начинает вразумлять говорит мозги вправлять но были такие которые вправляли вместе с головой отрывали вот был Тамерлан железный хромец железный хромец он хромой был когда он подошел к Бомбею в Индии они выставили там сейчас я не знаю считала пять тысяч мальчиков и девочек до пятилетнего возраста светами все ходили в белые одежды чтобы умягчить его город на краю гибели и они вышли навстречу ему представьте тысячи маленьких детей со светами ему сказали тут необычно что делать повелитель он выехал вперед посмотрел какое-то мгновение потом гикнул и ринулся туда и за ним все войско все смело никого нету он бич божий он никого не подещадит а далее а далее будут построены там почти пятьсот пирамид из человеческих черепов зацементируют чтобы стояли они века эти пирамиды и вот он пришел в Россию а Россия как это над пропастью голову свесила выражение она Златоуста под Ельцом ночью в шатре видится он кто Божью Матерь видит старца она погрозила не ходить и он повернул куда Россия ничего не могла сделать с астраханским ханом он все время досаждал воевал он пошел на него сразу его разбил и сам умер ушел в песок и не знаю никто по сей день не знает где его похоронили хотя там разные гробницы показывают я попутно говорю для чего а вот последний момент он был для того чтобы всех привести к покаянию в России храмы были открыты как в пасхальный первый день молились а до чего крестовые походы на основании библии смотри для чего не понимали не хотели Бог посылает допускает побуждает и они начинают воевать ну и видим Израиль не слушался книги судей вдруг восстает такой то и он их начинает притеснять пленяет пукаются плачет опять освободились живут тихо потом опять начали грешить и опять и там написано я грешили и опять Бог дал с той стороны противника так оно и есть так это мировые религии евреи для чего это целая область разговора у меня книги открытым оком 33 тома и вот 23 24 25 я там отвечаю 173 вопроса по еврейской теме 173 и евреи задавали мне и по радио и я отвечаю вот вот и мы должны знать что значит имена вот я говорил по радио когда говорю и вопросы сразу идут или в школах каждое имя имеет значение почему мне такое имя дали и может быть в самом деле так я должен соответствовать ну вот был как ну и Яков а ты не будешь Израиль вот был Савл стал Павел что значит в этом имени что заключено почему его Бог допустил и вот допускает Господь Бог и религию которая как будто они об этом говорят заблуждение взять тоже там конфуцианство и разделили это между ними делать никакого не надо буддизм это у них Бога то нету это человек каждый может стать Богом и вот они ценят что человек жизнь она перевоплощение имеет и умер реанкарнация и он рождается в другом городе но похоже что-то помнит из прежней жизни это у них такое подтверждается практикой и вот это за то что делал правильно ты был крестьянин будешь князем если князь хорошо себя вел дальше он будет там правителем всей страны а потом превратиться в Бога войдет в эту вечную нирвану вот он перетерпел все что все эти кармы проехал все эти шрастры поднялся ну это заблуждение но смысл то в этом тоже есть почему это тоска по возврату в первозданное состояние у христиан это есть возвращение в рай и вот они буддийские монахи чтобы ничего убивать ничего нельзя убивать корову доить можно убивать нельзя я как-то просчитал где-то там они в деле кажется самолет боинг на борту 370 человек садиться в это время где-то ограду открыли и корову зашли ну корову можно же отогнать нельзя корову угнать это богиня самолет кружит над городом сесть не может корову но он разобьется что делает сразу вызвали специалиста по этим он скорее взял магнитофон скорее в зоопарк там льва раздорили лев зарещал заревел он записал приехал включили как корову хвосты подняли и подрали они думают что лев пришел ну нам смешно это люди и корову вот он продает там у него капуста а корова зайдет и ест у него он не имеет права прогнать ее от ларька а она прямо зашла к нему туда и ест богиня другие крыс змей в этом тоже что-то есть вот размышляйте о чем я размышляю об этом а почему они так вот монахи идут после дождя червячки то дождевые у паза это у них щеточки они идут щеточки червяка нельзя это человек был когда-то плохо вел себя в собаку превратился потом в ворону а потом червяка прекратился в сторону ладно уж чтоб тебя не раздавить то есть в этом они видят справедливость божия вот эту карму что его постигло наказание а я должен пожалеть посочувствовать это желание вернуться в первозданное состояние я вас вижу в этом то есть все это было не таким человек был человеком бессмертным а теперь он и в рыбе может быть и ну да у русских поют песню и там есть промежуток для меня летит летит по небу клин а так все это даже Расула Камзатова это песнопение мне кажется порой что солдаты с кровавых не вернувшихся полей не в землю нашу полегли когда-то но превратились в белых журавлей да не превратились они в Расулочих а Расул означает апостол переводится а кого же это апостол то предборный поэт коммунистического режима он мне очень нравится но здесь нет это и сейчас поют с вдохновением там и Хворостовский пел да нет в печь пойдешь ты пепел останется в журавлей ты не превратишься там есть место для меня по птичьи окликать будешь вот это о чем это не буддизм это песня буддийская и вот теперь надо подумать если это все так а почему бывает у человека жалость к скотине ну обыкновенная кошка ее порвала собака ну еще мы лето ее лечили белую то хаска порвала там и жалко она была здесь сейчас осталась на снимках так это всего лишь кошка да мало того у меня голубка я десятом классе сфотографировались фотограф приехал какой-то специально я стою держу в руках голубка она называлась старушка вот пойдем по воду коромысла мама несет коромысла а ей надо в избу она из гнезда слетает сразу садится на плечо и с ней вместе в избу мы за столом сидим она только мать проходит ведра ставит или отец она сразу слетает с плеча на стол а мы едим и по столу крошки пособирала и кто выходит она опять на плечо ему выехала туда но голубка ну представьте и мне так было жалко когда кошка съела ее залезла туда и ну дети плачут что ласточка была у нас гнездо на кухне в лагере дикая кошка зашла речейная ну и мы справедливость восстановили капкан поймали кошку и наказали ее смерть за смерть я попутно говорю и поэтому вот когда начинаешь думать об этих религиях они сошли то есть они оказались бесполезными от них ничему нельзя научиться их начали учить шершни живая с того места а потом израиль пришел и бог сказал народ изжил себя уничтожить беременных женщин разрубить ну можно взять девушку которая не познала мужа ногти волосы острижет пускай она поскорбит о родителях какая религия то это все в библии написано ну а потом ты можешь смирить ее смирить значит спать с нею смирить она сопротивляется а ты смири ее держал ей чтобы она замолкнула вот и это было сказано для чего все это для того чтобы люди задумались был рай мы забываем а это напоминает и смерть каждого человека и старение вот сегодня выставили бабка идет а там солнышко падает с той стороны она идет а в костыльке собирается от нее тень падает а тень падает ну девушка девчонка там лет 15 летит волосы вот так вот она то бабка думает у нее в мозгах и тень на стене отобразилась вот она идет согнулась вот эту тень то мы любим любим ну а бабка то кого согнулась пенсионерка зря средства только пожирает она не нужна уже отжила но она то у нее то в мозгах то не отжила она юная летит крылья расправила веселое платье раздувается на нее любой смотрит вот и это и старость наша и смерть и восхождение расхождения все это абсолютно напоминает о том что было и что мы утеряли и мировые религии для того чтобы показать заблуждение чтобы научились сидеть истинное и оно не уходит никуда с тех времен ну 3600 лет назад Моисей написал 3600 лет назад теперь говорят буддизм ну как бы древнее христианство ну древнее там на 600 лет к примеру ну и что что он нам оставил-то по порядку отношения мужа жены дети воспитание будущее и кто-то там стал брать ничего нету отсталое заблудшее ничего и нету здесь другое мы сегодня вглядываемся в каждую букву притчи Соломона что как юноши содержать в чистоте путь свой хранением себя по слову твоему удавили псалмы считаем Дуайта как они говорят Соломона то в них Сулеймана Авраам Ибрагим тут все понятно как инжилы Евангелие вот и там тоже столько всего взято и ты должен разобрать откуда они взяли отсюда остальное что-то начинал Джибраил там или Сатана тут уже разбирайся по слову Божию не сходится анафема не сходится с Библией проклятия и все так миллиарды да для Бога миллиарды это как мошкара на болоте все наши миллиарды сто миллиардов умерло никому Бог не дал жизни а относительно памяти о смерти даже Лев Толстой все время рассуждал о том неужели природа не может сделать исключение хотя бы для одного для его льва чтобы не умирать и не стареть вот как заложено и вот эти все религии они напоминают о заблуждениях и о жажде вернуться в первозданное состояние я много очень занимался этими вопросами считал смотрел о происхождении и ответ один только нахожу что Бог допускает это как плохо оставить источник воды живой Иеремия 2.13 и высечь себе водоемы которые не могут держать воды она вся утекла пустые водоемы находят там так-то 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 там было а ничего и нету нету а когда мы посмотрим Моисея Бог дал закон евреи соблюдает Моисей Моисей у мусульман Муса Муса жалиль вот осталось поэтому это в мировые религии вошло в искаженном виде как-то а христианство оно на Ветхом Завете основано принесение жертв хакзане на Христа все это я вот об этом думал нигде не считал и только на молитве тоже иной раз на молитве иду молюсь это молитва а размышления идут у меня размышления выстраиваются во фразы если бы записывалась прямо готовая бы книга была не так что метнулся туда-сюда это работа на двух на трех каналах когда мозг я разговариваю а сам продолжаю думать если тут не сложные вопросы где-то я дохожу к мысли что слово его не возвращается тщетным и то что возникает и Господь говорит пойдите к языческим народам забудет ли мать грудное дитя выражения какие-то а вы народ мой забыли меня и он показывает ездор когда считает он ездор говорит я был в других народах в плену ну у нас хоть несколько человек то есть святые то там ни одного нету а ты им все даешь они живут мирно у них богатство у них там эта Америка лопается от жиру грабит Россию это тоже для чего-то и главное ты не забывай рай утерянный и конечная цель вернуться туда вот в этих рамках начинай размышлять сотворенный был рай потерянный и в конце опять все возвращается бог скажет войдите в обители мои уготованное царство и снова возвратиться в то бессмертное но в теле не души только тело тела будут другие двери будут не будут закрываться сатана связаны никакой измене не проползет Ева не соблазнится вот как будет все и вот в этих рамках теперь начинаю я сузил поиск понял что рай утерян его надо вернуть и все остальное только в этой форме все абсолютно и воины приходят бич бич Сталин Ленин уничтожает Гитлер вот учат они но и у каждого можно что-то взять а что ты найди ты сам поразмышляй зачем я тебе показывать буду чтобы так из развалина страну поднять против всего мира как Гитлер не было этого никогда это не гений это человек сосуд наполненный переполненный мудростью иною оттуда но он любил свою нацию не женился что я моя невеста это Германия да кто это сегодняшняя правитель для них невеста это все блудницы может быть тянут Абрамович тут раз жену бросил отсудила она миллиард да он там с Жуковой теперь тешится там детей плодит а почему ты тоже думай было время он был ребенок ему показывали он не понял правильно это цель а теперь ищет наслаждение а теперь будет умирать и не нужна ему ни та ни другая ты в этих рамках рассуждай и тогда свет засияет притом ошибки не может быть рассуждай по слову Божию что положительное и отрицательное в этом почему эта религия осталась а других нету почему другие исчезли и жили что было в них полезного брали и наконец это все переходит в других то есть ну хорошее взяли грандиозное сооружение остались от египетских фараонов мумифицировать но это осталось строят и небоскребы там и дубаи строят там километр высотой ну и что больше ничего не осталось это копия египетской совершенства и битской там какой архитектурной или строительной вот и так в любом вопросе почему эти животные возле человека почему вот не на медведях мы пашем а на лошадях и дальше все рассуждай в этом первозданное назначение дикие животные человеку который приблизи а то уже не животное животное но скот называется скотом же они называют он прайд львиный скот нет это звери и ты в этом должен увидеть мудрость и ты проверишь тогда верят или нет исследуйте себя верили вы исследуйте слово божие посмотри как бог творил мир как он разрушался видимо и как возвращается в прежнее какое твое участие сколько надо думать и что бы ты не просчитал вот я вчера дал маленькие газетку у меня тут про путина там даниил гранин он поэтов награждал писателей это путин сам говорит владимир владимирович президент российской федерации ну и когда все закончится вокруг охранники конечно стоят и он пошел по залу и уже идет а перед глазами у него глаза этого гранина стоят и он идет и думает я и думаю у него в глазах вопрос какой-то стоял смотри какой он внимательный путин в глазах уже дошел за ним охрана идут теперь его надо сохранить вывести он вдруг остановился нет ребята надо вернуться назад он что-то не сказал еще важный человек президенту не сказал у него в глазах я считал вопрос вернулся и говорит я вернулся ты что-то хотел сказать он говорит да я хотел попросить чтобы побыть как-то время у меня времени никогда нет свободного поэтому сейчас мы свободны сейчас нам накроют мы пообедаем вместе и вы расскажите и он дальше и говорит давайте Путин ну что неужели в сообщак это будет в глаза смотреть то она говорит своей заднице ума не даст и тоже вылазит там разная Грудинина там Навальная да такого Навалом везде Навальная это означает безумный перевод слова возьми Безумный Навал Навал когда не дал Давиду там что-то когда у него стрижка овец была Абигея там она определила ему имя безумный что спрашивать Навальный это безумный сама фамилия говорящая то кого там лезут и вот теперь а почему он там на что бы увидели а вы ропщите ропот вообще противен Богу и людям мы дорогой ехали рассуждали мы едем с миссией по всему миру и нам препятствует нет пропуск дают паспорта выдают ну теперь-то те которые ничего не делают они а там шестерки вы запечатлены то есть сатана из верующих поднимает людей чтобы руки отшибить а что они сделали эти люди а ничего они не сделали он где-то давал разъезжал у него были духовные материалы нет конечно вот мы сидим за столом обедаем к слову сказать попросили покажите как вы обедаете что у вас есть я по просьбе трудящихся это сделал и вот уже сто тысяч уже почти людей заходят и все время ругают и ругают нажраться не можете каждый день захожу вы все едите ну еле-то один раз это ролик остался а то он голодный и он начинает антисанитария там грязная ложка то есть он критикует а у него что есть а покажи как ты ешь а у него ничего нету а мы показываем пятнадцать блюд пятнадцать разное что у нас есть там пирожки принесли там еще что-то ягоды варенье рыба нескольких сортов в этот день как раз у нас было что принесли люди и прямо умирают и каждый день при том ну отойди отойди дай людям поесть а он заглядывает в окно через это ну ты покажи а для чего вам поставили я и не думал что так это вызовет такой ажиотаж прям ажиотаж настоящий так и рассуждение о чем я сейчас говорю чтобы мы размышляли и поэтому назначение конечное чтобы нас вернуть в исходное состояние для этого и мусульманство для этого буддизм даоцизм все религии мира и секты для этого возникают посмотри секта баптистов ну как секта ясно что не церковь но они любят слово божие и слово божие их ощущает вот взять сто баптистов которые регулярно ходят и сто православных по нравственности сравните ну разница же есть и притом немалая и о чем поют православные и вот допустим православный что-то хочет он начинает мудрить слово божие искажает а вот сектант однажды исказил а дальше одержится свое это а этот нет он каждый день меняет меняет а я ни с кем я один вот бросил все и никуда а уже около него другие начинают я их знаю кто к ним прислоняется похожие там еретики сатана придумал конфессии а ты разберись нет этих слов это слово ересь а ересь не упоминают какой ты ереси вот так нас про а не какой конфессии нет этих слов конфессии нашли вот это мои размышления полвека минимум или больше я размышляю об этом и нахожу ответ только один главная задача всего этого побудить человека вернуться на родину поэтому когда сектанты приходит в православие возвращение на родину я не знаю что со мной но как будто я давно это потерял а сам никогда православным не был и зашел и все родное и близкое это так бог делает и поэтому если человек понял два слова исследуйте писание исследуйте самих себя писание это историю история это если учился на историческом факультете самая не нужная специальность никакой нет специальности но для размышления повод 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 я посмотрел как то ну программу в университете сколько учатся то другое то я самостоятельно пять шесть университетов прошел это минимум столько у меня тонны буквально литературы не килограмм только семьсот тридцать килограмм оставляю наследие там эти периодики разные получал которые не говоря там этих книг сколько бесед притом это непрерывно дня нету чтобы не научился это тит говорил который захватил иерусалим сын веспасиана я напрасно прожил день я ничему не научился а я милостивый говорил напрасно прожил день никому не помог ну разница есть все таки а соединить если и узнать и накормить поскольку на сегодня только сто человек зашло ко мне сто а сколько по три тысячи в день кормили и главное сам настоятель вы и выйдет у монастыря сядет у дверей и сидит чтоб мимо никто не прошел накормить ну конечно у них было что по крайней мере вот мой ответ ищите бога и следуйте самих себя все возьми ну как никита пасти христос очень доступно понятно пасти христос потому что это выстрадано у меня и потом я на основании библии все это нахожу вот о чем размышляю и для чего птицы для чего-то режут мне жалко жалко у батюшки там баранов режут когда или свиней она визжит вот купили нынче их туда тыщет отвертка загоняет в клетку поднимает в машину повезли на мясокомбинат а мне их жалко а ну а что делать то ну я не знаю что делать ну отпустите их они ревут прямо охотой ну отпустите их глупости говорю бог дал это можешь колоть можешь есть ну свинину то не надо есть ну вредно для здоровья хотя мы христиане у нас разрешается ну мусульмане не едят чтоб не соблазнить никого ну меня кто слушает ну у нас вот собирается рождественский был все я прохожу мясо не нагляжу такая коробка там ну как баночка и в ней видно холодец а это что да вот принесли где взяли в магазине убрать мы договорились свинина даже нюхать не надо противно уберите дома если не понимаешь ешь а то один раз в холодильник положили выбросите из холодильника в холодильнике просто батюшка держит и все на этом наконец а которые говорили на меня что да вот вы придумываете свинину нельзя я не говорил нельзя можно ну вредно соблазн и что интересно оба человека которые ратовали знаете заболели и заболели как раз теперь и один уже не хочет есть как то ли показано было еще зачем спорили то и заболели так что даже не думали вылезут или не вылезут вот и весь сказ почему мне это открыто тебе не открыто чтобы не соблазнить адвентистов седьмого дня я вообще не стал есть мясо они не пьют копий копий какао чай на столе не появляется трудно ли это не буду есть мясо пить вина я говорю ну вот и вы баптисты возьмите у нас пост идет почему вы жрете там прости господа слава иисусу христу проверяет старшая сестра так как зачем великий пост идете моя сестра дала молочно там жили в воронцовке около города фрунзи так давай еще раз поменяемся еще раз снимаем около города фрунзи живут там ну и коровы держат и там соседка одна марфа бабушка живет и она и решила дать творог сметану много же раз не едим то ты только баба марфа не ешь она баптистку да нет валя я же знаю великий пост смотри не ешь отдала в четверг потом она встречается на пасху валя прости я не удержалась съела в пятницу христос на кресте старая 75 лет баптистка слопала а то разницы нет разница большая большая баптистка повторяю она знает писание все а внутри утроба научитесь спасти хотя бы ну соблазн чтобы не подавать страстная неделя великий пост и все равно бабка слопала у нас возможно ли такое чтобы бабушка моя там толокно капуста там картошка никогда бабка у меня по отцу была она в четверг там поезд даже пятницу в субботу она в рот не брала и только разговеется в эскитиме один дед крючок у него длинный бревна проплывает по реке он ловил один вытаскал бревна и дальше впилил их и на дровах этих жил причаститься там или просто на воскресенье всю неделю не ест опять семь раз только в течение великого поста по воскресеньям я даже представить не могу он говорит я его не видел Александр Иванович мне рассказывал при нем он был вытаскивать бревно и пилить и колоть это всю неделю и еще нет вот человек один в океане это пишет курилин то там кто там Вячеслав Вячеслав и он как плыл то двое с половиной суток или трое в океане и он говорит я мог 36 дней быть без пищи йогой занимался вот я мог без воды быть 6 дней больше не организм дальше сгущение крови но без сна я не могу я плыву на спине и начинаю захлебаться просыпаюсь вокруг акулы не тронули для чего это чтобы показали возможности нашего организма и о том как дорога свобода как он бежал как это мы должны научить вот так из плена своих заблуждений надо бежать уметь поститься молиться а сейчас любую дурь пускают то земля плоская то шестерки боятся шестерки а для чего эти люди тогда для чего чтобы их заблуждение коснулось меня я молился о них чтобы моя любовь не ослабела к этим людям их сатана уловил тащит погибель везде ищут шестерку ковры вот эти вот ищут а тут рисунок ковры пачками собирают и сжигают показывают обливают бензином и жгут стоят ковры разные габелены на стенах вешают и это все у нас знакомые люди есть с этим он ничего не может он одержимый дух лжи вошел он его мутит и главное берут там еще святых которые что такое гордость когда других считают там вроде замашкару так они и считают эти он даже не понимает что это к нему в первую очередь относится он считает за каких-то людей там за рыбешку или за молекулы все так понимали ты первый понимаешь шестерки боится шестерка на бумаге а это на лоб на щело и на руку на правую и на левую и не продать не купить главное определитель для чего это что определитель дан не продать не купить вышел деньги есть а деньги уже все вышли из обращения не будет их а вот только здесь щип подставил считала есть деньги нет бери продукты и иди а ничего не а все бог отнял разум совершенно делается как безумные и какие глаза делаются все говорит о безумии полном при том люди хорошие а для чего они чтобы глядя на них если их бог не пощадил почему тебя пощадить не покайтесь все так же погибнете оселамской башни все для научения все посмотри пойди к животным вол знает господина свое осел ясный господина народ мой не знает забыл меня кому я столько милости оказывал как вам поэтому с вас особый спрос те нации исчезли вы исчезете почему вас будет бог щадить вы исчезете точно так же а нет было смутное время 1613 год избрали Михаила прошло это но оно повторится уже повторилось третий раз повторилось первый Михаил из дома Романа второй заканчивает царь Николай его пользу третий Михаил Горбачев пришел и разрушил ничего больше не будет первый Владимир крестил второй раз крестил третий есть сейчас должен к отихристу привести все ну все непонятно то здесь какой он будет Владимир какая фамилия я не знаю современный какой или там сын волши какой-нибудь придет Вольфович вот поэтому научи нас жить господи с открытым оком во свете Библии Аллилуйя Аминь есть вот 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 ну вот вот я то вы